добрый день друзья на ужин готовлю легкую запеканку из брокколи с пастой в духовке это легко быстро и очень вкусно а для любителей брокколи это очень достойный рецепт для приготовления у меня брокколи паста растительное масло лук моцарелла чеснок мука сливочное масло и молоко ну и разумеется специи брокколи я уже разобрала на соцветия и теперь отварю в кипящей подсоленной воде где-то минут пять после закипания когда брокколи сварится то я опускаю ее в холодную ледяную воду так она сохранит свой яркий насыщенный цвет кстати в одном из видео где у меня тоже есть рецепт брокколи меня поправляли и говорили что в неправильном роде я называю брокколи но на самом деле я правильно называла брокколи это она потому что брокколи это капуста а капуста в русском языке это женского рода вкусная брокколи невкусная брокколи безвкусная брокколи тут уже каждый решает сам для себя но запомнить на самом деле легко брокколи это капуста а слова капуста женского рода теперь в этой же воде только с добавлением ложки растительного масла, я отварю пасту. Пока у меня паста отваривается, луковичку я нарежу кубиками и обжарю ее на кусочки сливочного масла. Затем к луку отправлю несколько зубчиков порезанного чесночка. Когда лук с чесночком хорошо подглотятся, я высыплю к ним муку и хорошо спотирую. Это я делаю для того, чтобы потом в соусе не было такого запаха и вкуса сырой муки. Затем сюда вливаю молоко и варю до загустения, постоянно помешивая, чтобы в соусе не было комочков. Соус во время варки я посолю, поперчу и добавлю немного мускатного ореха. Он придаст такой прямо особый аромат к соусу. А вы добавьте те специи, которые вам помешали. Моцареллу натираю на терке. Как только соус у меня закипел, то я плиту выключаю и половину натертой моцареллы добавляю в соус. Получится такой молочный сырный соус. Хорошо перемешиваю, разумеется, чтобы сыр разошелся по соусу. Паста к этому времени у меня сварилась и я ее откинула на дуршлаг. Я ее не подсаливаю, потому что она варилась в подсоленной воде. И в соус я тоже положила соль. Брокколи я тоже слила от воды. Все, и теперь я буду готовить блюдо для запекания. Теперь беру форму для запекания и немного смазываю ее растительным маслом. В форму кладу отварную пасту. И брокколи. Хорошо перемешиваю и все это залью соусом, который я сварила. Молочно-сырным соусом. Сверху свою будущую запеканку я посыпаю оставшимся сыром. Сверху для яркости я положу немного помидорчиков. Духовку я уже к этому времени включила на 200 градусов. И отправляю запекаться минут на 20. Кстати, если вы не любитель брокколи, то то же самое можно сделать с пастой и цветной капустой. Это будет точно так же ярко, вкусно и очень нарядно. Буквально через 20 минут достаю свою запеканку из духовки. Вот такая красота получилась в итоге. Для любителей брокколи очень достойный рецепт. И отличный легкий ужин. Готовьте, друзья, это очень-очень вкусно. Всем отличного настроения, всем хорошей погоды. Кому понравилось мое видео, оцените его лайком. С вами была Дина Клин. Субтитры сделал DimaTorzok